Вот такая вот монета-копеечка времён Второго Ополчения, это у нас не просто так. Перед нашей светлой очи вот сегодня представлены из коллекции, вытащенные. Дело в том, что сегодня мы отмечаем День Народного Единства, День Воинской Славы России. Такой вот государственный праздник был установлен в честь освобождения Москвы от польско-литовских интервентов. В 1612 году и приурочен к Дню Казанской Иконы Божьей Матери одновременно. Совершил сей подвиг, так скажем, войны Второго Земского Ополчения. Как чего случилось всё? Что за Второе Ополчение? Осенью 1611 года, после неудачи Первого Ополчения, нижегородский старост и купец Кузьма Минин начинает собирать средства для создания Второго Народного Ополчения, не раз Кузьма Минин выступал перед нижегородцами с призывом подняться на борьбу с иноземными захватчиками за освобождение государства русского, за веру православную, не жалеть жизни своей, а на содержание ратного люда отдать всё злато и серебро. Ну, услышали в Нижнем Новгороде призывы своего староста, и люди поспешно стали собирать деньги на создание Ополчения. Размер налога на эти цели составил пятую часть всего имущества каждого гражданина. Это очень даже немало. Кузьма Минин занимался организаторской деятельностью во Втором Ополчении, собирал деньги на его содержание. Военными же делами занимался опытный воеводок князь Дмитрий Пожарский. Ко времени начала освободительного похода Второго Ополчения в феврале 1612 года многие русские города и земли заявили о поддержании движения Минина и Пожарского. Люди Дорогобужа, Вязьмы, Коломны, Арзамаса, Казани и других городов охотно вступали под начало Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Весной 1612 года под руководством Дмитрия Пожарского двинулся войско в Ярославль, где было создано Временное правительство России, Совет всей земли. Оболченцы пробыли в Ярославле 4 месяца. Летом 1612 года в Москве и на подступах к ней разыгрались кровопаралитные события. Поляки прислали в Москву подкрепление в лице целого воинского корпуса под командованием Хаткевича. Хорошо, что казаки Трубецковы после разгрома первого ополчения оставались недалеко от Москвы. Казацкие сотни не раз спасали положение армии Минина и Пожарского. Ополченцам удалось в ходе ожесточенных боев отвезти от Москвы отряда Хаткевича. Боевые порядки наступающих поляков были опрокинуты, и они обернулись в бегство, бросив при этом артиллерию и весь запас провианта. Бегство Хаткевича во многом предопределило судьбу польского гарнизона в Кремле. 26 октября 1612 года поляки капитулировали. Войско Пожарского и Минина соединилось с отрядами казаков Трубецкого в районе Лобного места и вместе через Спасские ворота вошло в Кремль. Москвичи праздновали победу. Смута кончилась. В 1613 году на заседании Земского собора на Сарсу был избран Михаил Романов. Вот с него и пошла славная 300-летняя история Дома Романовых. Воцарение Романовых стало одним из главных событий российской истории 17 века. Ну, естественно, Минина и Пожарского не забыли. Соорудили им памятник очень даже хороший, который стоит до сих пор на Красной площади. А князь Пожарский, когда короновали Михаила Романова на царство, как раз вот подавал все вот эти царские атрибуты. Ему коленопреклоненно возлагал на него и царские бармы и прочее, прочее, прочее. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Монеточку второго ополчения я вам показал. Сейчас я ее покажу вам еще с другой стороны. И тогда будет все у нас как бы уже в комплекте. Вот так вот. Поскольку у монеты имеется две стороны, еще буртовая, но этих монеточек не было. Поэтому чем богаты, тем мы рады. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok